Центральная Азия. Главный приоритет внешней политики Узбекистана. 14 декабря 2016 года на торжественном заседании Палат Оли-Маджлиса Мирзиёев Шавкат Мирамонович официально вступил в должность президента Республики Узбекистан. Новый президент Узбекистана, подчеркнув преемственность внешнеполитического курса страны, заявил об открытости Ташкента к активному международному сотрудничеству на основе принципов взаимного доверия и учета обоюдных интересов. По итогам международных визитов главы государства и встреч с лидерами зарубежных стран в Узбекистане достигнуты прорывные договоренности в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. В Ташкенте заключено 320 соглашений и контрактов на сумму более чем 44 миллиарда долларов. В качестве ключевого приоритета внешнеполитической деятельности Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил регион Центральной Азии, с которым связаны жизненно важные интересы нашей страны. Выбор Центральной Азии в качестве приоритета – это естественное, искреннее стремление Узбекистана к установлению добрососедских, дружественных, взаимовыгодных отношений со своими ближайшими соседями. В Ташкенте ясно осознают, что решение целого ряда вопросов обеспечения устойчивого развития и безопасности Узбекистана во многом зависит от уровня взаимопонимания между странами Центральной Азии и эффективности регионального сотрудничества. Уже в первые дни на посту президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял решительные и конкретные шаги, направленные на развитие взаимовыгодных отношений с соседями. Установление доверительных контактов со всеми лидерами Центрально-Азиатских государств. За последние 10 месяцев состоялось 11 встреч и 15 телефонных переговоров Шавката Мирзиёева с лидерами государств региона. Прошло два государственных и два рабочих визитов страны Центральной Азии. Визит главы Узбекистана в Туркменистан открыл новую страницу сотрудничества. Подписан солидный пакет документов по всем направлениям взаимодействия. Заключен договор о стратегическом партнерстве. Открыты железнодорожные и автомобильные мосты через Амударью. Реализован важный участок транспортно-коммуникационного маршрута Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман. Достигнута договоренность об использовании портов Туркменистана на Каспийском море для выхода на рынки стран Европы и Кавказа. Визит главы Узбекистана в Казахстан стал беспрецедентным по своим результатам. Приняты совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства. Дорожная карта по всем направлениям совместной деятельности. Впервые в истории Узбекистана и Казахстана проведен бизнес-форум при участии свыше 400 компаний. Подписано 75 торговых контрактов и инвестиционных соглашений на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана наглядно продемонстрировала готовность наших стран к развитию политического диалога и расширению экономических отношений. Шавкат Мерзиёев и Алмазбек Атамбаев выразили твердую решимость придерживаться курса на укрепление добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Обогатить узбекско-кыргызские отношения качественно новым содержанием. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев также провел продуктивную и плодотворную встречу с лидером Таджикистана Эмамали Рахмоном на полях саммита арабо-мусульманских стран в Эль-Рияде. Главы государств обсудили вопросы развития политического диалога и расширения социально-экономических связей. Обменялись мнениями по вопросам дальнейшего наращивания сотрудничества. Активный региональный курс Узбекистана на сближение со всеми без исключения государствами Центральной Азии и интенсификацию политического диалога на высшем уровне позволил достичь значимых практических результатов. Новый импульс получили такие направления сотрудничества, как торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная и культурно-гуманитарная сферы. Существенно продвинулось решение вопросов делимитации и демаркации государственных границ, рационального использования водных ресурсов. Все это закладывает прочный фундамент для региональной интеграции, превращения Центральной Азии в регион сотрудничества и развития. В Узбекистане четко осознают, что повышение экономического потенциала Центральной Азии, конкурентоспособности региона на мировой арене невозможно без реализации эффективных проектов региональной кооперации. Сегодня уже сделаны конкретные шаги на этом пути. Запущен совместный узбекско-казахстанский серийный выпуск модели «Равон Нексия Арт-3» в Кастанае. Активизировалась деятельность межправительственных комиссий Узбекистана с Казахстаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Налажен регулярный обмен делегациями деловых кругов, а также проведение совместных бизнес-форумов и ярмарок. Эти мероприятия наглядно продемонстрировали живую заинтересованность предпринимателей наших стран в налаживании прямых бизнес-связей друг с другом. Все это позволило увеличить товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии за первое полугодие 2017 года на 13%. Объем взаимной торговли Узбекистана с Кыргызстаном вырос на 69%, с Таджикистаном на 22%, с Казахстаном на 11%. Как подчеркнул глава Узбекистана Шавкат Мерзиёев, благодаря совместной работе всех стран нашего региона, Центральная Азия становится перекрестком транспортных коридоров, которые соединяют восток с западом, север с югом. С начала 2017 года налажено скоростное железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном. Впервые за 25 лет возобновлено авиасообщение Ташкента с Душанбе, запущены авиарейсы между Ташкентом и Иссык-Кульской областью Кыргызстана. Открыт проезд через участок автодороги М-39 между Узбекистаном и Казахстаном. Как отметил президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев, Центральная Азия – это единый организм, который на протяжении веков имел общее культурное пространство. Историческая общность, языковое сходство, наличие общих традиций, обычаев дает нам колоссальные возможности для того, чтобы быть вместе и сообща строить наше общее будущее. Новый уровень политического доверия в регионе дал мощный импульс развитию институтов народной дипломатии, культурно-гуманитарных связей, расширению контактов между простыми гражданами наших стран. Весомым вкладом в укрепление исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений между узбекским и крыгызским народами стало строительство при участии Узбекистана новой школы в городе Ош, оказание материально-технической помощи Ошскому государственному академическому театру имени Бабура, а также обмен визитами дружбы между Андижанской областью и городом Ош. По-настоящему теплой и доброжелательной атмосферой запомнились визиты дружбы делегаций Казахстана в Ташкент и Самарканд. Яркими и содержательными стали встречи представителей приграничных областей Узбекистана и Туркменистана. Организованное впервые за последние 20 лет масштабное празднование Дней узбекской культуры в Таджикистане стало демонстрацией поистине братских отношений между двумя народами. В основе региональной политики Узбекистана лежит принцип не уходить от острых вопросов, а искать разумные компромиссы. В последнее время Узбекистан серьезно продвинулся в решении проблемы делимитации и демаркации границ с сопредельными странами. За прошедшие 10 месяцев состоялось более 20 встреч рабочих групп по данному вопросу. Кроме того, Узбекистан поддержал инициативу Организации Объединенных Наций о подписании государствами Центральной Азии Конвенции по Амударье и Сардарье. Эти международные соглашения учитывают позиции всех стран региона. Достигнутые за последнее время внешние политики Узбекистана практические результаты позволяют с уверенностью заявить, что Центральный Азиатский Курс Ташкента стал своевременным и действенным ответом на давно назревший запрос на региональное сближение, восстановление доверия и взаимопонимания, а также оперативное решение накопившихся проблемных вопросов. Конечно, мы все только в начале пути. Впереди еще много совместной работы ради общего процветания и устойчивого развития, мирного и успешного будущего наших детей. Важно не останавливаться на достигнутом, вместе двигаться дальше. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Узбекистан неизменно остается приверженным проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей. Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.